Добрый час! С вами, как всегда, Маргарита. Это Итси Школа Успешных Продаж. Давно я вам не делала таких полноэкранных видео, и поэтому сегодня настал тот самый момент, когда что-то новое я хочу с вами поделиться. В принципе, об этом я уже говорила в небольшом short, о том, что Итси предлагает новую фишку. Пока на данный момент Итси тестирует эту фишку. В одном магазине я это сделала, но во втором магазине я решила сделать это вместе с вами и показать. Это касается винтажных магазинов. Пока тестируют винтажный магазин. Суть какая? На Итси, не на Итси, а на Ибе наверняка вы знаете, что есть возможность предложить свою цену за тот или иной товар, который вам понравился. А продавец уже принимает решение принимать это или дальше продолжать торговать. Да, ключевое слово торговаться. Торги. Итси решила сделать. Что? Возможность торговаться. Пока по-винтажному. Почему я сразу, давайте сразу вам скажу, что я, где есть за, а где есть против. Если вы что-то делаете, если вы вкладываете свою душу, свой труд в какую-то работу, и потом за эту работу вам приходят и начинают торговаться, тут как-то неприятно. То есть человек пытается вас опустить, либо что-то еще. Но, но второй вариант. Когда это винтажное какое-то украшение, винтажное изделие, винтажное, то, что вы, по сути, сами не сделали, а нашли, как я всегда учу своих учеников в виповской группе, учитесь закладывать цену чуть больше на тот момент, если к вам придут и начнут с вами торговаться. Или на момент скидки. То есть на Итси сейчас играют роль большие скидки. То есть большую роль играют скидки. Не скидки большие играют роль, а большую роль играют скидки. В зависимости от того, сколько вы можете предложить. Поэтому изначально в цену вы уже должны вложить. Да, одну ягодку беру, на другую смотрю, одну цену ставлю, но я в нее уже заложила все Итсифи, а их достаточно. Скидочку туда тоже можно включить и так далее, и так далее. Ну и плюс вот это вот. На тот вариант, если покупатель придет и начнет с вами, что делать? Просто торговаться. А можно это, а можно это, а можно не это. То есть на форумах такое двойное настроение, как это такое, куда это идет и так далее. Но все идет, все меняется. Мы должны с вами адаптироваться к нынешней ситуации. Итак, давайте посмотрим, как это делается. Опять-таки, если это винтажный магазин, наверняка вы это уже увидели. Либо это только небольшое количество людей, которые Итси одобрал с винтажным магазином, может подойти. У меня это новый, тестируемый, не то чтобы новый, это тестируемый магазин. Если вдруг я прохожу, гуляю и какую-то штучку я нашла, я вот в этот магазин выставляю. Это не мой винтажный. Винтажным я попробовала 10 сделать. А здесь я сейчас с вами вместе сделаю, ну, на весь магазин, по-моему, на весь магазин. Мы с вами идем в наш Shop Manager. И мы выбираем вот такое вот сообщение, наверняка у вас уже было. Либо в ближайшее время появится. Еще разочек, например, это винтажные изделия. Окажитесь первым, кто попробует предложить покупателям поторговаться. Окей, set it up. Как это выглядит? Показывают 10 листингов. Я поставлю all eligible listing. Все 42 листинга, которые у меня подходят. У меня там чуть больше, но вот они выбрали с пометочкой, если где стоит винтаж, замечательно. Да, и что, what is the lowest offer you can consider? Самую низшую цену я могу consider, да, то есть я буду окей. Здесь идет 20%, 30%, то есть это тоже самая наша скидка. Но, возможно, там будет, я пока не встречалась с такими листингами, как они будут оформлены. Но, возможно, будет что? Предложите свою цену, да. Человек предлагает, нет, вы предложили слишком низкую цену. Это так вот я образно представляю, как это может быть и выглядеть. Да, поэтому we want to automatically turn down any offers, и они не будут автоматически отключать предложение. Да, то есть я получу предложение, я его либо отклоню, либо приму и так далее. Я не помню, что я поставила в винтажном украшении, но здесь давайте сделаем... Давайте идем ва-банк, да. Поскольку магазин тестированный, я пишу receive all offers, да. Все, я его выделила, да, так, 40. Ну, receive all offers. Все предложения предлагайте, да. Предлагайте, я посмотрю. Я могу отклонить, я могу не отклонить и так далее. Вы под контролем, то есть я буду сама контролировать, одобрить это или не одобрить. Только принимайте предложения, которые вы хотите одобрить, с которым вам комфортно продавать. Что save and apply, done deal, пуф, да, все сделано. И пометочка будет offers on 42 listing, покупатели смогут сделать предложение на 42 листинга, так, так далее, и все. Все, мы это установили. Как это будет в магазине отображаться, честно говоря, я не знаю. Поживем, увидим. Да, то есть на винтажный будут предлагать и пожалуйста. Ну, я и заранее уже цены ставила такие с учетом определенной скидки. Так что вот этот вот такой вот момент по поводу того, что предлагают скидку или нет. Буквально у нас есть еще парочку секундочек. Я вам расскажу последний такой вот момент, который у меня был в винтажном магазине. Человек пришел, по-моему, из Канады. Он увидел замечательное украшение. И в этом украшении 175 долларов он ко мне обратился, когда украшение было на скидке в 40%. То есть оно стоило 105 долларов. И человек начал просить, а можно мне его за 100 долларов продать, да. Я не видела, потому что я на дороге была, я не видела, какое там изначальное число было. Я помню, что это уже на 40% скидке. И у нас дебат был целую неделю по поводу того, что покупатель из Канады начал меня учить, как вот это вот нужно. А вы мне выставите его на eBay, потому что по канадским долларам это слишком дорого и так далее, и так далее, и так далее. К чему я это говорю? Если вы чувствуете, что вы не готовы продавать, не готовы принимать цену, которую вам предлагают, четко говорите, нет, извините, я не готов, либо нет, я выныжден отклонить ваше предложение. И до свидания, да. Все равно в конце вечера, да, в конце дня вы должны чувствовать себя комфортно за ту цену, которую вам предлагают. И за ту цену, если вы продали что-то, вы должны быть комфортны, да, чтобы это вам удобно было продать за эту цену. И человеку приятно купить за эту цену, он поторговался. Вот такое вот небольшое видео о новинках IT, что IT сейчас в данный момент пытается предпринять, какие небольшие изменения. Конечно же, все остальные изменения мы показываем и мы освещаем в моей VIP-овской группе. Линк на VIP-овскую группу будет под видео. Заход VIP-овскую группу раз в месяц, где-то 25-го числа дверки открываются. Так что у вас есть время подумать до 25-го числа и подать свою заявочку, если вы хотите не пропустить вот такие вот объявления, не хотите догонять потом и смотреть, о, что-то там такое новое, где эту информацию найти. Все это будет и все это есть в VIP-овской группе. В VIP-овской группе эфиры практически три раза в неделю и постоянно что-то меняется на IT, там это рассказывается, показывается. Так, с вами, как всегда, была Маргарита. Это и все школы успешных продаж и удачных вам продаж. Принимайте только те предложения, с которым вам будет комфортно вечером ложиться спать. Всем пока!